В Карелии высадился Онежский десант. Молодые люди, участники студенческих отрядов, оказывают шефскую помощь пожилым, проводят профориентационные занятия и мастер-классы для школьников, организуют концерты для жителей поселений. Чем помог десант жителям поселка Ладва при Онежского района, расскажет Светлана Воробьева. Последние два дня в Ладвии выдались многоснежные. Снега выпало столько, сколько не было еще этой зимой. В этом доме живет Зинаида Ивановна, обладатель разных трудовых наград. Живет одна, сын и дочь приезжают из города по очереди на выходные. У Зинаиды Ивановны через дорогу баня. Самой дорожку к ней не почистить. По возможности помогает местный соцработник, но у него таких подопечных, кроме нее, еще пятеро. Поэтому помощь добровольца сегодня для женщины оказалась очень кстати. Почистить снег, принести или наколоть дров, помочь убраться в доме, а также провести занятия у школьников или организовать концерт в местном доме культуры. Готовиться к Онежскому десанту начали еще в ноябре прошлого года при поддержке Общероссийского народного фронта. Мы контактировали непосредственно с администрацией района, согласовывали с ними маршрут и они подсказали нам, куда можно поехать и где мы найдем для себя работу. Ребята, конечно, молодцы. Они с утра нам очень помогли разгребсти весь снег вокруг школы, потому что у нас были последние дни очень обильный снегопад. Несколько студенческих отрядов отправились по районам республики Пряженскому, Прионежскому, Сартовальскому. В составе в основном студенты Петрозаводского госуниверситета, но есть добровольцы и Санкт-Петербурга, и Великого Новгорода. В свои каникулы хочется чего-то на месте не сидеть, помогать всем, кому можно. А по окончании работы Онежского десанта выйдет методическое пособие в помощь будущим организаторам подобных акций. Светлана Воробьева, Александр Борисов, САМПО ТВ 360, поселок Ладва, Прионежский район.